Саламастар Махурметто Тандастар! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир и хочу посвятить сегодня основной теме. Теме, чтобы мы осознали, нашей стране не нужна семья Назарбаева, нашей стране не нужно окружение, Нурсултана Назарбаева, который обслуживает его и который помогает ему удерживать власть в стране уже 30 лет. Сегодня в Алматы распространилась информация о приезде Нурсултана Назарбаева и в аэропорту его встречало около двух тысяч студентов. Накануне этих молодых людей тренировали, а точнее говоря, дрессировали, чтобы они кричали «Нурсултан, Казахстан, Астанамус, Нурсултан!». Многим кажется, что это какое-то шоу и думают, что это блажь старого маразматика. Ну хорошо, там покричим «Нурсултан, Казахстан!», «Астанамус, Нурсултан!». Ну хорошо, назовем город его именем. Ну хорошо, вчера назвали аэропорт его именем. Ну хорошо, улицу Фурманова назвали его именем. Ну хорошо, построили памятники, открыли университеты его имени. Ну хорошо, они финансируются из бюджета страны. Ну хорошо, улицы по всей стране будут названы именем Нурсултана. Но вы не задумывались, что это хорошо будет продолжаться не просто бесконечно, а сейчас юридически будет оформлено. Оформлено будет так, что вы можете уже не говорить, что вы граждане Казахстана, вы будете подданы Нурсултану. Все это кажется цирком, кажется блажью. Кажется, завтра Нурсултан Назарбаев умрет и все поменяется. Но я уже говорил, что до тех пор, пока не будет сломана политическая система, сам режим Нурсултана Назарбаева ничего не изменится. Потому что в к власти придет его семья, ну может быть когда-нибудь представители его окружения, как в Узбекистане и как в Туркмении. Когда к власти пришли люди, которые говорили, что они слуги Каримова, слуги Туркменбаши, его ближайшие сподвижники. Возможно, когда-нибудь. Но сейчас мы стоим на пороге того, что Казахстан будет построен следующим образом. Когда главой Совета Безопасности первым президентом Нурсултаном со столицей Нурсултани будет Нурсултан Назарбаев, а президентом его дочь. На самом деле это только первая часть того, что нам предстоит увидеть в ближайшее время. А именно, наша страна юридически будет оформлена как монархическая и принадлежащая семье Назарбаевых. Да, да, именно так. Вам кажется, что это невозможно. Что в 21 веке это невозможно. Но, к сожалению, это возможно в той стране, когда народ молчит. В той стране, когда студентов превращают в покорных, покорных, я даже не могу слово точно подобрать, покорных кого? Покорные зомби. Мы сейчас с насмешкой смотрим на Северную Корею, но я хочу вам сказать, что мы превзошли давно Северную Корею. А теперь я хочу вам рассказать о планах, которые будут в ближайшее время реализовываться Нурсултаном Назарбаевым. Когда в 2010 году я эти программы озвучивал, тогда оказалось это невероятным, нереальным. Но хорошо, что есть интернет, хорошо, что все эти выступления остаются в сети. Вчера мы опубликовали тот период, когда мы в 2001 году создавали движение «Демократический выбор Казахстана» и когда шли репрессии. Когда я и Галамжан Жекьянов были посажены 6 и 7 лет в тюрьмы, когда газеты сжигались их редакции, когда телевидение «Тан», фидер ее был расстрелян якобы неизвестными людьми, когда шли массовые репрессии, когда редакции в тех или иных городах просто сжигались, сжигались типографии. Нынешняя молодежь все это плохо помнит или не знает. Многие из них кричат «Облязов, ты где? Если ты в Атерп, давай приезжай в страну, отсюда руководи». Они даже не знают, что был период, когда оппозиция еще в нашей стране могла легально существовать. Они не знают, почему мы всели в тюрьму. Они не знают, что в течение 10 лет, которые я отсутствовал в стране, режим султана Назарбаева подготавливал общественное мнение, обрабатывал, говорил, что якобы «Облязов что-то украл». Якобы он живет на Западе под контролем спецслужб, якобы он устраивает смуту, якобы он мстит Назарбаеву. Но банк у меня отобрали в феврале 2009 года. И когда мы ставим записи и показываем, что еще в 2001 году мы объявили о создании движения «Демократический выбор Казахстана», когда мы вчера опубликовали то, что стоит уже в интернете давно-давно, историю преследования, истории уничтожения оппозиции, для многих это был шок. Как так? Вы же только вот недавно стали оппозиционным деятелем, оказывается еще в 2001 году сжигали редакции, уничтожали телевидение, вы оказывается еще в 2001 году участвовали в оппозиционном движении, вас посадили в тюрьму. Собственно, вот происходит оболванивание народа, молодежи отдельно, оболванивание, чтобы вы забыли свою историю. Так вот, еще в 2010 году, находясь в Лондоне, я опубликовал очень много информации о проектах Нурсултана Назарбаева, создания ханства. Проект назывался «Супер Тигр, Супер Хан». В одном из проектов говорилось, что Назарбаева должны объявить ханом и поднять на белой кашме, как в свое время это было сделано Чингисханом, когда было построено фактически именно Чингисханом казахское ханство. Хотя говорят о ханстве, который был построен 550 лет назад, на самом деле история говорит о том, что казахские роды именно при Чингисхане объявили его ханом, и он построил огромное государство. И вот, собственно, исходя из этих разных исторических фактов, для Назарбаева были написаны разные проекты. Недавно один из крупных журналистов серьезного российского издания ко мне обратился с вопросами, что происходит в Казахстане. И когда я начал рассказывать о проектах построения ханства еще в 2006 году, этот журналист воскликнул. Ну надо же, какие долгосрочные планы! Неужели Назарбаев такой дальновидный стратег? Нет, он не стратег, он действительно тот самый кочегар. Все его образование искусственно и получено в виде корочек за его партийную деятельность, за то, что он активно служил в Кумпартии Советского Союза, лавировал и пробивался во власть, используя ту политическую систему Советского Союза. Он не имеет никакого серьезного образования, и поэтому трудно поверить и нереально, что он так далеко мыслит. На самом деле, все эти проекты написали так называемые западные консультанты, которым были заплачены миллионы долларов. Западным консультантам, умным, профессиональным, закончивши хорошие университеты, все равно. Они получают большие деньги и выполняют пожелания, строят очень красивые аргументированные схемы, как удержать власть надолго. Так вот, в частности, проект Суперхан предполагал, что Назарбаев будет у власти минимум 30-35 лет. Это проект, написанный в 2006 году. Был у него такой консультант Александр Мирчев, он же возглавлял Самрук, был председателем Совета дикторов, был советником Назарбаева. Если вы зайдете в интернет, вы можете найти эту фамилию. Александр Мирчев, бывший гражданин Болгарии, комсомольский работник Болгарии советского периода, сейчас является гражданином США. Он заработал на формировании разных команд, западные консультанты, российские консультанты, которые им написали проект, как называемый Суперхан. Что предполагалось в этом проекте? Вы удивитесь тому, что многое из того, что там было написано, просто реализовано. Так вот, в этом проекте Суперхан было написано, что необходимо ликвидировать все оппозиционные силы страны, ликвидировать фактически любую политическую мысль, любую политическую оппозицию в виде профсоюза, в виде партии. В этом проекте Суперхан было написано, что Назарбаев должен контролировать всю промышленную страну, нефть, газ, сырьевые компании, он их контролирует. В этом же проекте Суперхан было написано, что Назарбаев должен получить контроль над всей банковской системой страны. И во всех ключевых банках должны быть представители, так называемые его комиссары, представители Нурсултана Назарбаева. Он должен контролировать финансовые потоки, чтобы никто не мог финансировать оппозицию и бороться с этим режимом. Там же в этом проекте Суперхане есть очень много строк, посвященных моему банку, банку БТА. Есть информация и блоки, посвященные банку Коском во главе Сухомбернина. Четко говорилось о том, что эти банки должны быть взяты под контроль. Как вы знаете, БТА-банк захвачен Нурсултаном Назарбаевым, Коском захвачен Нурсултаном Назарбаевым, и весь банковский сектор контролируется Нурсултаном Назарбаевым. Я на этой неделе начну снова публиковать все эти проекты. Они длинные, может кому-то показались раньше тяжелыми, нереальными. Но вы когда прочитаете по главам, и когда увидите, что огромное количество пунктов этих проектов уже реализовано, вы просто будете поражены. Итак, если вы внимательно посмотрите на эту программу, вы увидите, что сейчас наступил последний момент решающий, решающий, который фактически полностью реализует программу проекта Суперхан. В нем предполагается, что будет построен монархический строй, фактически султанат, ханство, как угодно. Как вы можете назвать. И все те действия, которые Нурсултан Назарбаев сделал, они это просто сейчас юридически уже оформлены. Конституция – это его черновик. В Конституции все изменения может проводить фактически только кто первый президент страны Ельбасы. Кто имеет неограниченную власть в стране Ельбасы? Он еще, эта Конституция называется, сначала звучит как республик Казахстан, но в республике нет, потому что парламент тоже назначается Нурсултаном Назарбаевым. Посмотрите, сенат 40 человек. Он своим указом ввел состав сената Даригу Назарбаеву. Он ее сделал председателем комитета по так называемой оборонной промышленности. Своим указом назначил в свое время сенатором Хасамжамар Тухаева. Своим фактическим указом назначил его председателя сената вторым человеком государстве. Также его сейчас сделал исполняющий обязанность президента. И 40 человек сената, всех тех, кого он назначил, как бы избрали Даригу Назарбаеву председателем сената. То есть, если вы внимательно почитаете Суперхан, проект Суперхан, он в интернете есть, мы его многократно выставляли, вы увидите, что осталось Назарбаеву сделать последние шаги, превратить Казахстан в ханство. То есть, вы не будете говорить, что в Конституции написано, что народ является источником власти. Вы не будете говорить, что вы являетесь гражданином такой страны, как Казахстан. Вы будете подданными Нур-Султана. Именно поэтому столица названа Нур-Султаном. Именно все центральные улицы поэтому названы Нур-Султан. Именно поэтому в столице аэропорт называется Нур-Султан, чтобы вы каждый день чувствовали и понимали, что вы живете в Нур-Султанате. Ваши дети в школах стоят на колене и восхваляют Нур-Султана Назарбаева. Это часть программы, когда молодое поколение просто примет, просто примет, что эта страна принадлежит Нур-Султану Назарбаеву. Она принадлежит не вам, и мы не будем подданными такой страны с названием Казахстан. Но Султан Назарбаев методично, шаг за шагом, произвел изменения в сознании нашей молодежи и многих взрослых людей, которые его сначала называли Ель-Васе, а затем завтра будут его называть ханом. Уже многие говорят и говорят через духовные центры, через мечети, где имамы выступают и говорят, против правителя нельзя выступать. А правитель где? Правитель там, где не просто человек правит, где правитель владеет страной. Он именно правит своей страной. В нашей стране нет правителя. В нашей стране пока еще президент страны, который избирается на выборах. И поэтому вы понимаете, что во всех этих мечетях сидят агенты Нур-Султана Назарбаева, которые проводят его линию, которая обрабатывает тысячи людей, которые приходят в мечети, читают молитвы и каждый раз говорят, против правителя нельзя идти. Они внедряют в сознание наших людей, что у нас не президент страны, которого мы можем выгнать, не выбрать. Нет, они внедряют в наше сознание, что у нас правитель, владелец страны. Именно поэтому, не потому что Шал выжил из ума, а потому что он реализовывает программу превращения нашей страны в ханство. Все до последнего момента казалось шуткой, шуткой выжившего из ума человека. Но сейчас мы стоим на пороге реальности. И эта реальность сегодня продемонстрировала молодежь, которая сначала была выдрессирована, а затем эта молодежь в аэропорту кричала «Нур-Султан! Казахстан! Астанамус! Нур-Султан!» Это позор. Позор для нашей страны, позор для нас, для всех граждан, что мы молчим и позволяем шаг за шагом нашу страну превращать в ханство, отбрасывать назад его на несколько сот лет назад, когда лидеры мира, когда цивилизация развивает свои страны, они становятся крутыми, когда их космические аппараты летают около Марса, когда они думают о галактиках, когда эти страны строят самолеты, делают разные научные открытия, мы пользуемся их телефонами, интернетом, мы отброшены назад на несколько сот лет назад. И не важно, что мы ездим на их машинах европейских, летаем на их самолетах, одеваем костюмы и носим галстуки. Сознание нашего народа отброшено назад, и можно не удивляться, если мы завтра снова уйдем в степи и будем жить, как наши соплеменники несколько сот лет назад. Потому что у нас сознание, сознание именно тех людей, которые жили несколько сот лет назад, которые были готовы жить при Хансе, потому что другого не было тогда. А сейчас, когда мы знаем, как развивается мир, что такое современный мир, это просто позор, позор для нашей страны. Многие в Инстаграм, я имею в виду молодежь, обращаются ко мне и говорят, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Мы боимся. Люди постарше говорят, что у нас семьи. Что мы можем сделать? Пример Армении показывает, когда на десятки тысяч людей протестуют, они могут сделать все. Пример Алжиры показывает, что когда президент Бутафлик, 20 лет сидящий у власти, решил снова пойти на выборы, весь народ вышел на улицы и сказал нет. И Бутафлик сказал хорошо, испугался, испугался сотен тысяч человек, объединенных единой целью, и сказал хорошо, я не пойду на новые выборы. Но он сейчас тянет, он не уходит. В апреле наступает его конечный срок президентства, и очевидно, что народ Алжира в любом случае добьется своего, потому что сейчас ушло в отставку старое правительство, пришло новое, и этому президенту осталось всего лишь легитимно находиться у власти один месяц. И решимость алжирского народа показывает, что Бутафлик, он будет вынужден идти, вынужден, потому что миллионы говорят нет. Они сначала говорили нет Бутафлику, а сегодня они выходят на массовые митинги, говорят нет этой коррумпированной политической системы. И у такого народа и есть будущее. Есть именно современное будущее, не отсталое. Такая страна, безусловно, будет развиваться и двигаться вперед. Что же мы можем этому, чем мы можем противостоять? Когда-то, когда я жил в Казахстане, к моему сыну приезжали друзья из Англии. И меня буквально поразил один 16-летний его друг, юноша. У него были потертые, такие заезженные кроссовки. И я сыну говорю, наверное, у него нет денег, давай ему купим кроссовки. Он говорит, нет. Он просто противник того, что происходит в сфере экологии в мире. Он против загрязнения. Он против убийства животных. Он будет обувь донашивать до тех пор, пока она совсем не придет в негодность. Потому что затем, когда происходит утилизация этой обуви, ее где-то сжигают, это выбросы в атмосферу углекислого газа. А это наносит вред земле. Я поразился, что так думает, так говорит 16-летний юноша. Я тогда своему сыну сказал, он хороший мальчик, дружи с ним. С ним у тебя будет нормальное будущее, ты станешь нормальным человеком. Этому юноше было 16 лет. Это я к тому, что могут сделать молодые люди, что можем сделать мы, граждане страны. Недавно стало известно, что школьница из Швеции, которой всего лишь 16 лет, вдумайтесь, всего лишь 16 лет, Грета Тунберг, она номинирована на Нобелевскую премию мира. 16-летняя девочка была вдохновительностью движения подростков в защиту климата. Недавно, в конце прошлого года, в декабре, она организовала многотысячный митинг в Брюсселе. Сотни тысяч человек, я был свидетелем, вышли на улицы Парижа. 16-летняя девочка, она пробила сознание людей всего мира. Вы понимаете, в 16 лет, и сотни тысяч людей ее поддержали. Поэтому, уважаемые граждане, уважаемая наша молодежь, вам завтра жить в этой стране. Вам завтра придется жить нищенской жизнью. Вам придется завтра жить в бесправном обществе Нурсултанати Назарбаева. Конечно, наверное, найдутся те, кто скажет, есть же шейхи, есть же короли, как Саудовская Аравия, и доходы этих граждан во много раз выше, чем у граждан Казахстана. И мы, наверное, вы согласились жить, жить обеспеченными людьми. Но черт с ним, путь будет ханство или Нурсултанат. Но, знаете как, у Назарбаева была возможность попытаться реализовать это, как бы купить население. За 30 лет он мог сделать процветающий Казахстан. И, наверное, можно было бы тогда поспорить и говорить, да, он сделал страну богатой. И давайте мы, не важно, как она называется, не важно, что вся власть принадлежит ему и его семье, мы готовы это принять, как принимает это в Саудовской Аравии или в Объединенных Арабских Эмиратов. Но, вы знаете, что Нурсултан Назарбаев за 30 лет нахождения у власти, прибрав власть в свои собственные руки, ограбив страну, сотни миллиардов долларов присвоив, сделав нищими, нищими все граждан страны, не использовал этот шанс. Он отбросил страну на десятки лет назад, не построено ни одного нового предприятия, что бы он ни говорил, три нефтеперерабатывающих завода, которые построены еще в советский период, они как были, так и есть ни одного нового завода. Мы не производим ничего, ни одежду, ни мебель, ни обувь, ни какие-то автомашины. Мы просто качаем сырье. И вы знаете, что миллионы людей живут за чертой бедности. Миллионы. И поэтому тот шанс, который был Нур-Султана Назарбаева, он не использован, он пропал. Поэтому мы не можем об этом говорить, что мы готовы принять, пусть будет Нур-Султанат. Мы точно знаем, что в этом случае наши граждане станут окончательно рабами. Поэтому я специально рассказываю те долгосрочные планы Нур-Султана Назарбаева, что вы оглянулись назад и вспомнили, что совсем недавно депутаты предлагали город, нашу столицу назвать Нур-Султан или Назарбаев. Мы все вместе кричали на них, оплевывали, позорили, говорили вы ничтожество. И под занавес Назарбаев назвал аэропорт своим именем, увидев массовое недовольство. А до этого он назвал улицу Фурмала Назарбаева. Он построил памятники, открыли парки имени Нур-Султана Назарбаева. Мы все над этим смеялись. И прошел всего год, пожалуйста, столица Нур-Султан. И еще минимум несколько месяцев пройдет, вы увидите, какие изменения у нас произойдут. Я еще в прошлом году озвучивал, что власть в стране Нур-Султан Назарбаев будет выстраивать семейный, что президентом страны станет Дарьга Назарбаева. Еще в октябре 2016 года я опубликовал около 20 постов, где методично расписал, каким образом будет перестройка всей политической системы. вы можете найти на фейсбуке, она называется «Анатомия политической власти Казахстана». И там детально все описано. К сожалению, мои прогнозы реализовались почти на 100%. Почему почти? Потому что часть процесса запускается сейчас. В ближайшее время Нур-Султан Назарбаев объявит о выборах, о новых выборах президента. Ему через несколько месяцев исполнится 79 лет, и он не может ждать, потому что он может неожиданно умереть, и наступит ситуация, как в Узбекистане, когда премьер-министр Межзиоев перехватил власть, председателя Сената принудил, чтобы это был второй человек в государстве, чтобы он написал заявление о том, что он не претендует на должность президента, и через короткое время Межзиоев возглавил страну и посадил в тюрьму дочь Ислама Каримова. Эта ситуация может повториться и у нас. Этот безропотный, тихий Хасмжамар Тахаев, или как его сейчас многие называют Хасмсервант Тахаев, мебель одним словом, в сговоре, в союзе с председателем Комитета Национальной Безопасности с Каримом Асимовым, с которым они вместе когда-то работали в посольстве Китая в советский период, оба являются агентами Комитета Государственной Безопасности, уже известно, что Карим Асимов был под кличкой Нурбану. Так вот, эти два друга Хасмжумар Тахаев и Карим Асимов очень легко могут войти в сговор и затем просто арестовать Дарягу Назарбаеву, если неожиданно покинет этот мир Нурсултан Назарбаев. Поэтому Назарбаев торопится, Даряга переживает, а вдруг папа умрет и вы увидите, как на ваших глазах скоро начнутся новые действия со стороны Нурсултана Назарбаева, а именно начнутся досрочные выборы и Назарбаев будет стремиться, чтобы именно Дарига Назарбаева возглавила, стала президентом Казахстана. Это следующий этап. И последний этап, завершающий, когда напуганная молодежь, оболбаненные более старшие поколения, сегодня они, как бы не соглашаешь, выходят и кричат, тем не менее, Нурсултан, Казахстан, Астанамус, Нурсултан, они посмеиваются, завтра они будут все перед фактом, перед фактом, что наша страна не просто превратилась в Казахстан со столицей Нурсултан, нет, у нас будет Нурсултанат. Еще в 2006 году Архат Алиев в газете Караван пробросил идею построения монархического государства. Он тогда сказал, что нужно строить Султанат. И многие наши граждане тогда его закидали, грубо говоря, камнями, обругали, и он мне в 2010 году сказал, когда уже был в изгнании, я ему говорю, а что ты там вышел со статьей в Караване построения монархического строя. Он говорит, меня Назарбаев попросил, сделай вброс, давай мы прощупаем общественное настроение, я хочу построить монархию, ханство, и это ханство будет называться Султанатом со столицей Нурсултан. Уважаемые друзья, 2 апреля мы проводим акцию поддержки, поддержку аутистов. это Международный день объявленной ООН, Международный день распространения информации об аутистах. 2 апреля мы выходим также на акцию с поддержкой матери четверых детей Айгуль Акберды, которая сейчас преследуется этой властью. Режим Нусултан Назарбаева планирует посадить ее в тюрьму на 5 лет посадить для того, чтобы граждане страны не могли поднять голову, были в страхе. До этого в тюрьму был посажен ее муж Аблавас Джумаев. 2 апреля начинается над ней суд апелляционный. Первая инстанция оправдала полностью Айгуль Акберды, но прокуратура по команде из центра не согласилась и подала апелляцию. Судья Кинжалеев, председатель городского суда города Ахтау, был уволен. На него было совершено нападение. 2 апреля это важный день. Наша задача остановить действия режима Нусултана Назарбаева. Наша задача думать о своем будущем, о своей стране. Наша задача построить сильное цивилизованное государство. Именно поэтому мы должны объединиться. Мы должны стать единой нацией, стать единой нацией, как это продемонстрировала Армения, когда десятки тысяч людей буквально за две недели в результате акций, мирных акций добились полной смены режима. И сейчас там совершенно новые процессы идут, когда именно народ управляет властью. Именно народ действительно является источником власти. Сейчас следите еще за Алжиром. Алжирский народ после 20-летнего нахождения у власти Бутафлика сказал ему нет, уходи и мы тоже должны это сделать. Для того, чтобы мы это могли сделать, мы должны прекратить бояться. Мы должны выходить тысячами на улице и через какое-то время мы будем в состоянии выводить сотни тысяч. И сотни тысяч скажут нет, но султан Назарбаеву и сотни тысяч не должны себе задавать вопрос, а что же я могу сделать? Мы можем. И поэтому мы шаг за шагом в результате таких акций, таких митингов мы добьемся перемен. Я призываю вас 2 апреля выйти на акцию, на акцию, которая проводится 2 апреля в день, который ООН объявил международным. И у нашей власти не будет никакой возможности препятствовать, потому что это международный день, объявленный ООН, а Казахстан является членом ООН. Я хочу вам напомнить, что Касымжамар Такаев был заместителем генерального секретаря ООН, тогда на эту должность он был номинирован при поддержке России, Казахстана и других стран СНГ. Он поработал там более двух лет, и представьте себе, что бывший заместитель генерального секретаря ООН начинает оказывать давление на наши граждане за то, что они выходят 2 апреля синими шарами в Международный день по распространению информации об аутистах. Вы понимаете, какая будет реакция мощная зарубежная и ООН, и другие международные организации безусловно осудят действие нового президента так называемого мебели Хасмжомарта Талкаева осудят и Нурсултана Назарбаева. И когда кто-то из вас говорит, а к чему это приведет, это шаг за шагом приведет к тому, что мы получим международную поддержку, мощную, и это будет помощью нам, когда мы завтра объединившись, будем выходить на улицы и добиваться мирной смены власти 2 апреля, это международный день ООН. Я призываю вас поддержать, поддержать и выйти на улицы города. Алга, Казахстан.